В зале представители избиркома, полиции, МЧС, органов местного самоуправления, в общем всех тех ведомств, которые в заветный день голосования 14 сентября будут отвечать, чтобы выборы прошли безопасно и без происшествий. Наша главная задача обеспечить соблюдение избирательных прав всех участников избирательного процесса. Но основные наши усилия надо направить на то, чтобы нашим избирателям голосовалось комфортно. Все желающие могли прийти на избирательные участки и отдать свои голоса. Тем, кто в день выборов окажется вдалеке от дома, продолжают выдавать открепительные удостоверения. Сейчас их можно получить в районных избиркомах, после 4 сентября в территориальных. Впрочем, пока по краю их выдано всего 214. А вот у людей с ограниченными возможностями на предстоящих выборах возможностей окажется больше, чем обычно. Если раньше, по сути, единственным способом поучаствовать в выборах для них было голосование на дому, то теперь многим добраться на участок помогут волонтеры. Утверждено постановление о паспорте маршрута избирателя-инвалита на избирательный участок. То есть волонтеры у нас сейчас работают в этом направлении. И по данному паспорту маршруту каждый будет знать, то есть инвалид, которому необходимо, чтобы его сопровождали. То есть данный волонтер может его сопроводить на избирательный участок, чтобы сам избиратель смог проголосовать. Ну и, конечно, одна из главных задач – то, что для всех ответственных служб станет серьезной работой, для обычных ставропольцев должно оказаться торжественным, радостным и праздничным днем. Это выборы, друзья. Пропустить никак нельзя. Кто заряжен на успех, голосует раньше всех. Это, конечно, не мое творчество. Это один из участников конкурса «Частушек», который проводил краевой избирком. А победители этого конкурса будут звучать на избирательных участках в день голосования. Это не продукт пиарщиков, это настоящее народное творчество. Остается надеяться, что таким же искренним и народным будет выбор, который сделают ставропольцы 14 сентября. Леонид Нечпуренко, Александр Колодко, Иван Фильянов. Информбюро.